привет друзья и гости канала мы продолжаем с вами играть кар механик симулятор 2015 и сегодня у нас продолжается эпопея по зарабатыванию денег так как вы знаете да что для того чтобы купить парковочку нам нужно 50 тысяч 37 500 у нас есть я буквально немножко подзаработал на продаже всякого хлама и в общем то неплохо постарался много чего вот здесь вот вы видите отремонтировал ну так и это же естественно да у нас 90 процентов возможность починки так поэтому сейчас еще немножко попытаемся да да починить кое-что увидите да даже до сотни процентов мы кое-что с вами чиним это просто здорово но все остальное вот до зеленого состояния и теперь будем собирать вот этот вот автомобиль из тех запчастей которые мы починили и возможно что-то будем конечно же докупать невозможно точно будем что-то докупать потому что к сожалению все подряд под починить не получается что-то до сломается и есть некоторые детали которые вообще не поддаются никакой починки например те же самые сайлент-блоки так нам нужно посмотреть сейчас вот до диск сцепления как приятно теперь каждый раз подходить к верстачку и видя возможность починки видеть что мы сможем с вами на чем-то сэкономить маховик и вот это вот передняя выхлопная труба труба turbo все да по идее здесь мы с этим автомобилем по идее мы с вами все разобрали все нашли ни одной запчасти не пропустили и вот эти вот перекрасить и починить сломанные детали кузова мы с вами сделаем уже когда все будет сделано так ну что же давайте ставить то что можем например но трубу мы не поставим потому что ее просто нет диск сцепления отлично удалось говорят и удалось второй раз починить до полного вот ну а маховик вы видели да и трубу к сожалению к сожалению нам починить нельзя уж не говоря о том что коробка коробка сцепления нам коробка вернее передач нам тоже не поддалась ремонту так ну что же поехали давайте мы начнем маховик ну у нас же кажется не дамих маховика насколько я помню до маховик вот все они маховики 27 процентов вроде бы как мы могли бы его чинить но к сожалению увидите да что нет такой возможности маховик поехали 500 долларов а было бы конечно хорошо сэкономить 500 баксов так зато диск сцепления мы отремонтировали корзина сцепления возможно и это пойдет а пойдет посмотрим сейчас я поставим посмотрим пошла она или нет так ну ка коробка передач выжимной подшипник сцепления маховик и диск да выжимной подшипник и коробка передач р4 выжимной подшипник покупаем так давайте возьмем 2 и коробка передач р4 да да такая вот она тоже она дорогущая к сожалению тоже не поддается ремонту так режим сборки да вот сюда ставим подшипник ставим коробку передач на место но зато наверное она будет дорого стоить в качестве хлама да она тяжеленная неплохо мы по крайней мере на этом немножко подзаработаем вот приводные валы выйти давно с ремонтированные 88 процентов отлично может быть не везде и все и нужно было ремонтировать но я постарался все-таки поработал постарался подкрасил подмазал и теперь вот она все посмотрите да в каком состоянии кое-что в хорошем кое-что в хуже вот но короче говоря я очень рад тому что у нас появилась возможность ремонта полная я этому очень рад так рулевая рейка тоже давайте похуже поставим есть такая возможность рулевая тяга хорошая у нас пойдет наконечник тоже оказывается ремонтопригодной так и здесь вроде бы как все да ну почти почти еще нам нужен амортизатор поставить пружину поставить я смотрю насчет сайлент блоков они всегда а ну передняя пружина тут никак передняя пружина так передняя пружина купим сразу же две я не уверен но кажется вторая тоже у нас сломана а если не сломана то вам второй у нас автомобиль стоит то же самое там все не так радужно как хотелось бы и она как раз пригодится нам на второй автомобиль так опора переднего амортизатора нормально и и и и и все по идее да здесь кажется стабилизатор нам нужен да стойка стабилизатора тип а так ну и колесо ставим но прежде давайте проверим все таки да коробку передач мы полностью сремонтировали рулевое управление управление нам еще это рулевое управление стойка стабилизатора задняя как она относится к рулевому управлению ну наверное как-то относится ладно ходовая часть ступица тут много чего нужно будет чинить так будем надеяться что здесь у нас все порядке по крайней мере на этой стороне выглядит все не новеньким таким вот крас красивеньким так стартер нас оттуда доступ передняя выхлопная труба turbo отсюда сразу же ей поставим передняя выхлопная труба turbo turbo компрессор у нас из двигателя поэтому не напрягаемся пока что вот здесь вот будем напрягаться ступица переднего колеса ремонтированная я абсолютно ничего не покупал друзья вот обычно я разбираю и закупаю полностью все части чтобы ускорить процесс сборки до каждый раз не ходить в магазин и не закупаться в данные в данном случае вот абсолютно ничего ну из того что вот только мы с вами купили и получается что мы сейчас экономим и довольно таки здорово экономим на том что мы отремонтировали вот но как я уже сказал к сожалению не все ремонтируется так рулевой наконечник давайте купим сразу же два пригодится я уверен что нам это все пригодится так приводной вал колеса c тоже сремонтированный и тоже в хорошем состоянии передний амортизатор к сожалению тут придется приобрести передний амортизатор так далее опора переднего амортизатора к сожалению да тоже не пошла у нас да ничего страшного пора переднего амортизатора я возьму 2 2 задних опоры возьму и нижняя опора от жены тоже возьму потому что у нас на втором автомобиле тоже нужно так стойка стабилизатора тип ставим на место вроде бы как приличная и современный диск так есть до рулевое по идее должно у нас сейчас сработать вот здесь вот еще солен будки кое-где поставим порядке здесь у нас тоже нормально и здесь вот нормально хорошо каталитический нейтрализатор ну тут понятное дело что его никоим образом не удастся отремонтировать хотя умельцы я думаю попробовать могут конечно но насколько я знаю внутри там керамическая какая-то структура сетка до которая забивается и все ее только можно разрушить если попытаться как-то почистить и больше ничего нельзя сделать так хорошо дальше дальше мы видим что ступица задняя подвеска кулак заднего моста это все у нас сзади да и задний глушитель r4 это тоже мы с вами сделаем но вроде бы как прокатила установка некоторых запчастей которые там в желтом цвете вроде бы нормально сработало хорошо работаем дальше кулак заднего моста отремонтированный что он как-то так криво стало ступица тоже самое полностью у нас получается recycling machine то есть автомобиль который сделан из вторсырья да из запчастей которые подвергались переобработки починки я думаю что мы хозяина не будем рассказывать об этом хоть она и выглядит все новеньким но как вы знаете прекрасно до усталость металла существует такое понятие и на глаз его не определишь это нужно сканировать специальным сканером смотреть где там напряжение в металле появились возможно какие-то раковины образовались еще что-то ну раковина это после лети обычно но если они есть и их не обнаружили то во время эксплуатации естественно как а где колесо а я что колесо наверное скинул как типа хлама продалась она но ты продавай после этого хлам да ладно задний глушитель r4 задний глушитель r4 так и современная до колесо как-то там она называлась современный диск 4 хорошо берем это наверное давно магазин колес да действительно это магазин колес современный диск 4 классический диск сколько всяких хороших ретро диски современный диск 4 300 баксов зато новый свежий как же но хлам я я же продавал хлам только хлам но не мог же не могло же оно быть в хлам полностью разрушено как же он доехал же сюда как-то так ну ладно лучше всего конечно же продавать хлам после того как собрал автомобиль иначе кое-что как мы видим да может продаться хотя и не хотелось бы так нижнюю опору мы покупали заднюю пружину опора заднего амортизатора новенький блестящий выхлопная труба блестящий да задний глушитель так и здесь вот у нас есть сален блок 34 тысячи я надеюсь только на то что у нас будет много денег после ремонта двух автомобилей стойка стойка стабилизатора задняя в количестве до 2 они они дешевые да давайте мы это купим и это купим и и вас вылечит и нас вылечит накупим дешевых вещей чтобы потом не отвлекаться я привык так когда много всего есть в инвентаре и работаешь уже не заскакивая магазин постоянно несмотря там не не ожидая курьера когда он приедет так и современный диск ставим свежачок совсем уж свежачок так хорошо это хорошо тут я что-то помню не доставил кажется ли все ага вот она сален блок на место здесь у нас вроде бы как в нормальном состоянии в там нормальном смотрим да мы тут все поставили починить сломанные детали кузова и перекрасить автомобиль и общий доход 6000 да не 15 явно починить сломанные детали кузова задний бампер маян м6 передний бампер и правая передняя фара так маян пишем что это маян м6 маян м6 правая передняя фара а может она у нас есть погодите давайте посмотрим а вдруг она у нас есть так а здесь у нас все сделано тут у нас все сделано мы можем вроде бы как опускать до мы же с вами много чего делали много автомобилей делали и возможно у нас где-то завалялась запчасть отремонтированная уже ну нет к сожалению задний бампер нет а тут передний бампер тоже нет и а фара есть кстати вот смотрите на фаре сэкономили небольшая экономия но все-таки так передний бампер и и и и задний бампер так хорошо масло нам не нужно было менять кажется все давайте проверять турбокомпрессор да мы забыли в кинуть с вами турбокомпрессор ака вот она действительно согласен и тоже оказывается он куда-то ушел ну так и продавая тот самый хлам что но стартер по крайней мере хоть есть три в количестве трех штук вот а турбокомпрессор придется покупать пятьсот пятьдесят долларов кисло теперь это все нет а что а перекрасить да действительно мы же еще перекрасить с вами собрались так покраска это легко в принципе да ничего сложного здесь нет но правда и денег особо тут не заработаешь хотите покрасить хочу как свежая как новая выглядит как красиво так ладно 11105 все таки до доход но это уже совсем другое дело 43 900 еще один автомобиль и у нас будет денег на покупку парковки так хорошо давайте посмотрим что здесь а здесь я начал разбирать двигатель здесь у нас газораспределитель газораспределение вернее посмотрим что мы можем отремонтировать так ну это отремонтируется хорошо это так уже ну смотрите кое-что ремонтируется но к сожалению то что я снял с автомобиля нельзя отремонтировать потому что но наверное уровень у меня какой-то низкий или не поддается ремонту система газораспределения так погнали дальше кстати поставим вот этот автомобиль на правый подъемник посмотрим может быть у нас что-то новенькое интересное болт у нас появился я хочу малыша вот малюка я хочу отремонтировать и начинать наконец-таки накапливать детали на идеально сломанного малюка будем мы его с вами разбитые в хлам малюк собирать потом когда-то так а здесь у нас выхлопная труба окей разбираем далее я вижу что с коробкой передач тоже самое у нас большая проблема каталитический нейтрализатор тоже что-то тут такой вот как бы он а да тут вся у нас выхлопная вся труба абсолютно вся она вернулась да тут тоже все в таком состоянии что что лучше разобрать да посмотреть что здесь можно сделать по-быстрому так ну по идее тут все дальше в порядке тоже вроде бы как ничего тогда ну-ка это стучащие воздушные масляные и топливные фильтры все нужно поменять водяной насос машина слишком громкая общий осмотр коробки передач то есть можно было бы и не снимать вот этого да но тут в таком состоянии конечно но где бы на месте хозяина все-таки поставим хороший новый ну он мы видим что он довел автомобиль почти до хлама если сломаны все фильтры да то это ну почти хлам можно считать автомобиль так как то так режим сборки давайте посмотрим задний глушитель в 8 охв проверим может быть мы можем его отремонтировать сомнительно но нет к сожалению только тормозной суппорт и тот который мы сняли да ладно закупаемся тогда так а нам нужен задний глушитель в 8 охв хорошо в 8 охв применять закупаемся ставим на место дальше средний глушитель и каталитический нейтрализатор глушитель и каталитический каталитический так и у нас еще выхлопная передняя выхлопная труба sort of так передняя выхлопная труб р-4K поменяли здесь то мы с вами все поменяли да по идее дальше у нас уже из движка из отсека двигателя будет происходить ремонт машина слишком громкая устранили газораспределитель обязательно мы устраним фильтр поменяем и стучащие вот еще не найдены звуки в двигателе и плюс у нас еще вот до коробка передач гавкнутая чтобы до нее добраться нам нужно нам нужно вот это вот снять карданный вал так r4 rvd коробка передач обязательно проверим можем ли мы ее отремонтировать хотя сомнительно так и маховик мы говорили да что маховики к сожалению у нас не ремонтируется но кажется у нас был новенький не не было новенький 500 баксов стоит а смотрите здесь мы возможно даже отремонтируем 63 это хорошо и карданный вал даже до смогли диск сцепление круто 63 можно было поставить я так и думал что у нас такая что может быть такая проблема вот но все равно мы захотели покупать и на тот автомобиль мы покупали который у нас был поэтому ничего страшного не произошло хотя можно было бы конечно же и сэкономить так маховик мы говорили да маховик и мы говорили что там еще мы посмотрим сейчас диск сцепления хорошем состоянии корзина сцепления в плохом состоянии так r4 рвд не выбросилась но вот она добыла 63 и как мы ее сломали я при не представляю как можно сломать на 60 процентов наверное молотом ее забивать туда ладно с одной буквой естественно r4 рвд 750 долларов в теща наверное если бы узнала если бы я рассказал она бы волосы на голове рвала у себя но я естественно что я и не расскажу так есть и ставим на место смотрим что у нас да здесь есть здесь есть водяной насос натяжитель и ремень привода это мы сейчас сделаем поменяем фильтры а вот с движком придется наверное возиться долго придется разбираться так что мы можем поставить а нужно ли ставить может быть все таки разобрать дальше да нам же нужно узнать что там стучит кто стучится придется расковыривать его дальше стучащие звуки это может быть и вал это может быть и поршневая и что это только не может быть все может быть вот к сожалению таким образом мы с вами ничего не увидим да но это понятно что фильтр мы с вами снимем масло сольем возможно но придется расковыривать чтобы добраться до поршневой системы ее проверить да посмотреть так есть распредвал сняли выпускной вернее впускной коллектор возможно он да нет распредвал распредвал гавнулся правильно мы с вами решили а вот насчет пускного коллектора нет что нам не дает что нужно еще снять скорее всего у нас ага вот она система зажигания а теперь свечи ну по идее они не должны стучать да вот если свеча сломана движок не должен бы стучать но это это по идее да что там с другой стороны у нас еще картошка зажигания здесь и нормально поршневая у нас хорошем состоянии это значит что у нас подшипники да вот эти которые там на валу не помню как они там называются вот скорее всего они значит один из них самая такая неприятная деталь потому что нужно разбирать полностью весь движок считать масло нужно сливать потому что поддон нужно будет снимать не люблю я это дело при том масло хорошее можно было бы его не менять потом нужно не забыть масло залить и вот она смотрите сразу же крышка подшипника коленчатого вала вот она так попробуем поставить нет ли у нас случайно отремонтировано случайно есть ставим поддон на место так да вот хорошо приятно когда что то есть в инвентаре и здесь по идее все тогда опускаем работаем с движком собираем и наслаждаемся я надеюсь что новым уже новой парковкой так нам нужно поставить на место теперь то что сняли а я забыл я забыл снять фильтр масло фильтр так стартер тоже свежий ставим свечи какие есть так дальше распредвал и 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 этот дорогой не будут покупать когда надо тогда купим Натяжитель ремня. Тоже, к сожалению, не сремонтирован. Натяжи. Так, крышка привода. Так, шкив коленчатого вала ставим. Ролик обводной ставим. Кленовой ремень Р4. Так, Р4. Р4. Вот он, да? Другого же нету. Кленовой ремень А. Так, хорошо. Что у нас? Смотрим. Необходимо сменить фильтры. Масляные и воздушные фильтры. Все. И мы машину с вами сдаем. Это у нас вакуумная. Где у нас воздушный фильтр? Вот он. Так. Воздушный фильтр. 11 баксов. Сразу два купим. Да нет же, нет-нет-нет. Я хотел ставить. Так, хорошо. И остался у нас масляный фильтр, который нужно снять. Автомобиль нужно поднять. Масло не забыть залить. И все, по идее. И кажется, у нас даже где-то был куплен. Нет. Масляный фильтр. Р4. Р4. Какие тут у нас еще есть? Дешевые, да? Все возьмем. Короче говоря. Ну и масло. Так, проверяем. Нормально. Ну что, все. По идее, все. 4200. А провода зажигания мы... Ага, не удалось нам поставить. Да, действительно сложно было бы поехать на автомобиле без проводов зажигания. Так, чтобы их поставить, нужно поставить катушка зажигания. Получено и того 45 тысяч. Все-таки 45 тысяч, потому что у нас немного было работы, да, с этим автомобилем. А здесь нам нужно 50. Ну что же, тогда в следующей части мы точно с вами что-то докупим. Вот я думаю, что даже если мы сейчас продадим, да, то едва ли у нас на 5000 мы нашкребем. Попытаться, конечно же, можно. Давайте посмотрим по состоянию, да, по поступлению, по имени. По состоянию. Вот, например, посмотрим, ох, сколько хлама, который не ремонтируется. В принципе, мы можем продать хлам. Что получим? 90 долларов. Все у нас, все. Вот, а из того, что у нас есть хорошо отремонтированное, может мы что-то можем заработать на чем-то, да? Ну что у нас может быть дорогое такое? Прокладка рессоры. Прокладка рессоры. Крышка. 600 долларов. Во! Мы потом-то все равно будем его закупать. Давайте что-то продадим. 500 долларов. Круто! АБС. 46. 300. Вот эти вот запчасти дорогие. 300 долларов. Это 75. Чтобы все-таки нам удалось приобрести в сегодняшней части, да? У нас такая часть очень долгая вышла. Я специально пытался заработать. Ну и чтобы уже действительно не напрасно все это было, мы с вами заработали. 49. 999. Вы видали, да? 50. И нужно же еще тысяч несколько иметь на то, чтобы потом работать было. Так, ну я потом это все продам, для того, чтобы у нас была возможность дальше ремонтировать. А сейчас у нас 50 тысяч. И мы покупаем парковку. Отлично. Так. Смотрите, у нас есть 4 парковочных места, да? Отправиться на парковку? Ну давайте. Конечно, я хочу посмотреть. Как она выглядит? Что там? Ну пока там ничего нет, но туда мы можем с вами автомобили ставить. Вот так вот. Да, вот она выглядит. Долго грузилась почему-то, но вот так вот она выглядит. У нас вот они, эти парковочные места. Вот. Ну что же, друзья. Я, пожалуй, на этом буду с вами прощаться. Встретимся мы в следующей части. И будет еще более интересно. Мы сможем сюда ставить автомобили. Мы сможем участвовать в аукционах. Но для этого немножко нужно будет заработать. Ну и будем интенсивно зарабатывать. Всем спасибо за внимание. Удачи всем. И пока.